Привет! Сегодня с вами мы рассмотрим три интересных вопроса. Первый из них это будет транзитная поставка. В чем различие в оформлении УПД и товара транспортная накладывания для обычной поставки и транзитной поставки? И вообще в чем разница в оформлении и зачем это делается, что это такое? Второе мы посмотрим, как отправить товар и сделать поставку без фотографий, то есть без загрузки фотографий. И третье, как сделать так, чтобы в карточке товар различался не по размерам и цветам, например, а по дизайну. Если вам интересно, продолжайте смотреть, но не забывайте перед этим подписаться, поставить лайк, ну и прокомментировать и сказать мне спасибо. Скромно, да? Теперь давайте продолжим. Первое, что мы посмотрим, это транзитная поставка. Что такое транзитная поставка? Транзитная поставка – это когда вы свой товар привозите на любой склад, вам близлежащий, а Вайлдбрис своими силами отправляет это, например, в Подольск. Для чего это делается? Для тех, кто находится рядом с отдаленными, так называемыми отдаленными складами из отдаленных районов, например, не ЦФО, я не считаю какие-то районы отдаленными, но в данном случае мы будем оперировать такими термиными. Так вот, если вы находитесь далеко от Москвы, то ваш товар не будет виден всем. Если, например, вы продаете товар в Краснодаре, ваш товар лежит в Краснодаре, то, возможно, я в Санкт-Петербурге не увижу вашу продукцию. А это невыгодно, так как будет меньше продаж. Поэтому оформляется транзитная поставка, на которой вы приезжаете, например, привозите на склад Краснодара ваш товар, а дальше уже Вайлдбрис отправляется в Москву. Как это делается? Транзитная поставка просто оформляется, вы выбираете транзитный склад и склад конечный. Разница в оформлении будет прям малейшая. Что вам нужно будет сделать? Дополнительно, когда вы находите календарь поставок, вы нажимаете на транзитную поставку, вам нужно указать объем по транзиту. Там будет у вас дополнительная кнопочка объем по транзиту. Туда вы заходите и указываете количество палет, количество коробок и объем в кубических метрах. И все. Вот именно по оформлению разница вот только такая. Далее вы все оформляете, как обычно. Что будет разницей в УПД и товаро-транспортной накладной? Смотрите. В товаро-транспортной накладной в разделе «Грузополучатели» вы указываете непосредственно склад, на который вы самостоятельно привозите товар. Так как фактически, и это реально, вы по товаро-транспортной накладной. То есть перевозка идет от вас до конкретно склада, например, Коснодара. Там вы указываете в адресе об особенной предотвращенном разделении номер 10, по-моему. И все. Это вот так оформляется товаро-транспортная накладная и ее у вас принят. Чем разница в УПД? В УПД все то же самое, за исключением того, что на транзитную поставку вы, грузополучатель, указываете склад уже конечный. Не транзитный, а конечный. Предположим, что вы хотите, чтобы в конце концов у вас товар приехал в Подольск. Значит, в качестве грузополучателя вы указываете об особенной подразделении Подольска и так далее. Ну вот все как обычно. Вот в Синертоксе это намного проще, это ЭДО, которое предоставляет Вайлдбирск для бесплатного документа оборота. Там автоматически это можно выбрать. То есть вы начинаете вводить Подольск, у вас из списка выпадает обособленное подразделение Подольск и так далее. Начинаете вводить Коснодара, то же самое. Если, например, смотреть Диадок, то там такого нет, и приходится вбивать ручную, и это происходит проблема. Поэтому вот это обращать внимание правильно, потому что когда у вашего УПД, вот вы отправляете, например, через Диадок, его проверяет сотрудник Вайлдбирис, будет расхождение там по точке запятой кавычкам, у вас ваш УПД развернуть надо будет делать сначала. То есть именно разница по транзитной поставке вот только такие. Теперь давайте посмотрим второй момент, о котором я говорила, это отправить товар без фото. То есть кто-то делает фотографии самостоятельно, кто-то в студии, кто-то заказывает фотографа, там предметные, интерьерные. Фотосессии к уйму. Но кто-то не хочет делать, например. Не хочет заморачиваться, хочет, чтобы им сделал Вайлдбирис. Все делается очень легко. Оформляйте заявку на фотосъемку. Но для того, чтобы это сделать, нужно сначала подписать дополнительное соглашение. То есть отправляйте заявку на подписание договора. Вам приходит ВДО доп. соглашение. Вы его подписываете, конечно. После того, как вы его подпишете, вы можете оформить заявку на фотосъемку. Фотосъемку там бывает по выбору. То есть вы выбираете, какую категорию вы хотите. Например, если это мелкие товары, как у меня деревянные изделия, блокноты, либо еще что-то. Вы можете делать в данном случае предметную фотосъемку. И у вас выгружается файл. Туда вы вставляете все артикулы, по которым вы захотите сделать съемку. И отправляете. Вот таким образом вы изгледите заявку на фотосъемку. То есть это не какой-то там тяжелый документ огромный. Просто перечень артикулов. Но артикулы указываются именно Вайлдбирис. То есть внутренние артикулы. А это значит, прежде чем отправлять заявку на фотосъемку, и у вас в принципе это не получится, нужно сначала загрузить спецификации. Чтобы Вайлдбирис присвоил внутренний артикул, и тогда по этим артикулам вы можете отправить заявку на фотосъемку. И все. Дальше уже, когда вы подготовите поставку, у вас уже она будет стоять в календаре, и за день до отправки у вас не будет ошибки, что менее 100% фото, так как по артикулам, которые относятся к этой поставке, у вас будет заявка. И все. Когда товар придет, его там отфотографируют, выставят уже с фотографиями, которые сделал Вайлдбирис. И теперь давайте посмотрим третий момент, которым я хотела вам рассказать, и поговорить, как сделать так, чтобы у вас товар был, например, по дизайну разначался. Смотрите, на самом деле это все легко. Это то же самое, как по цветам. То есть вы пишете основной артикул, в файле заказа, в разделе артикул МТ, если мне не изменить, да, артикул МТ, вы прописываете один артикул, а в разделе цвета вы, например, прописываете свой дизайн. Ну, предположим, у вас дизайн будет разные цифры на вашем товаре, на футболках. Например, 1, 20, 13, 14. И вот именно в колонке артикул цвета вы проставляете вот эти цифры, чтобы вам потом легче было работать с этим и не потеряться. Загружайте заказ, дальше приходим к загрузке спецификаций. Так как у вас должны быть разные цвета, так как вы указали в заказе, что это будут разные цвета, тут придется постараться. То есть если у вас все черные цвета, а различаются только номером, то вам придется делать, выбирать приблизительно черные цвета. Например, черный, синий-черный, темно-синий, темно-зеленый. Вот такие цвета, которые, в принципе, подойдут. Для чего это делается и почему нельзя, например, выбирать белый? Потому что при загрузке фото, уже на эту спецификацию, если у вас будет указан цвет белый, а на фотографии черный, вас могут не пропустить ваше фото. Почему я говорю могут? Это зависит от того, на какого человека, который проверяет, вы попадете. То есть если попадет человек, который посмотрит фотографии, не будет заглядывать, какой цвет у вас пройдет. Если нет, то придется переделывать. Поэтому сразу думайте об этом, то есть чтобы фотографии, цвет вашего товара на фотографии был приблизительно хотя бы похож на цвет, который вы указываете в спецификации. Вот так вот все. Сегодня у нас с вами был небольшой выпуск, всего три пункта, которые мы с вами посмотрели. Они очень важны, интересны, и многим, например, вот транзитные поставки очень важны, чтобы их товары были видны по всему ЦФО. Вот так вот все это делается. Я вам напоминаю, что я написала свой гайд, в котором подробно написано, как сделать первую поставку. То есть от загрузки вашего бренда до, по сути, фактически выгрузки на складе. То есть я все описала, все сделала. Пожалуйста, я оставляю ссылку в описании. Пользуйтесь, покупайте, пользуйтесь. Доступно. Я лично рассылаю этот гайд всем на почту. Внизу также будут мои контакты. Пишите, спрашивайте, сотрудничаю со всеми. Обсуждаем вопросы, отвечаю на какие-то мелкие вопросы и уже дальше вопросы более глобальные. Это уже в рамках сотрудничества. Так что контакты все будут. Пишите. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайки, потому что ваши подписки, ваши лайки, это мне приятно. Я понимаю, что я делаю все это не просто так. Еще раз вам большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Я надеюсь, оно было для вас полезным. Вы все поймете и уже сделаете скоро первую поставку. А если вы ее уже сделали, то будете делать еще, и ваши обороты будут увеличиваться и ваш доход будет увеличиваться. Спасибо вам большое.